Детский сад До 12 апреля, как уверяют в управлении образования, маячки не рвались. Но было принято решение обследовать здание в обязательном порядке. В ходе проверки комиссия заметила, что начали появляться новые трещины и увеличиваться старые. Поэтому было принято решение распределить детей в ближайшие детские сады. Вопрос, почему появилась эта трещина. Во-первых, кровь, надо ремонтировать. Подокрепные плиты, они везде есть. Затекание в швы. Естественно, на рост вот этот ударил. И вот это дело как раз в марте месяце могло сыграть вот эту роль. Ситуация попадает под пункт 7 статьи 384 федерального закона. Угроза обрушения здания или фрагментов здания. Но в данном случае речь идет только о фрагментах. Проблема садика в конструкциях – это проблема вспомогательных конструкций. Угрозы обрушения здания как такового нет. Ее можно вполне привести в такое работоспособное состояние, предлагать его в безопасных входах. Сейчас ведется активная работа с родителями и сотрудниками детского сада. 27 педагогов уже устроены в другие учреждения. 18 находятся в отпуске. 4 технических работника уволились по собственному желанию. Еще 20 временно переведены на оплату 2 третьих должностного оклада. Мы хотим, чтобы этот детский садик функционировал и в идеале с неплохим ремонтом, может быть, отчасти косметическим в том числе, но 1 сентября, чтобы он был сдан и дети вернулись. В течение 12 дней будет разработан план дальнейших действий по ремонту и его финансированию. Комиссия определит, насколько серьезный ремонт предстоит сделать. Как только будут выданы заключения, можно будет говорить о сроках. Сегодня ясно одно – детский сад номер 222 будет работать. Кристина Жакот, Константин Никитин, Новость Уленовской правды.